Поехали! Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 11 апреля 2018 года среда, по одному из старинных 41-й день месяца пробуждения природы 7526 лета третейник. Уроки мудрости, урок 8-й варны и сословия. Об этом нам рассказывает Марина Макарова. Ну, в общем-то, она уже все рассказала с точки зрения подготовленного материала. А теперь начнется экспромт, потому что мы подошли к части «Вопросы в студию». Напоминаю, что вопросы мы принимаем только на сайтах и других интернет-ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. В первую очередь, конечно же, это сайт славрадио.орг, где славрадио пишется вместе. Там чат-беседка ищите, и можно в беседке беседовать и во время эфира задавать же вопросы. А также у нас есть наш отдел на Ютубе. Славрадио он тоже в конце имеет. То есть, звучит так, youtube.com, слэш, то есть, косая черта, славрадио. Итак, напоминаю, с других ресурсов мы не принимаем вопросы и реплики. Мы просто их не видим, не знаем, где вы пишете. А вот те, которые приняли, я сейчас буду зачитывать. Виталий Микеров самый первый отозвался и задает тебе вопрос еще в 19 часов 37 минут. То есть, спустя 7 минут после начала эфира. Марина, поясните, в чем разница между сословиями и профессиями? Вроде бы ты уже пояснила, но если вдруг еще что-то есть, можешь пояснять? Если нет, идем дальше. Могу, конечно. Сословия – это более крупная структура. То есть, профессии могут отличаться, а сословия – это их качественное состояние. То есть, мы проговорили примерно перечень сословий, которые сложились в 19 веке на территории России. К примеру, ремесленники и рабочие. Ведь ремесел всяких много. И с точки зрения профессии, ремесленников можно классифицировать на не один десяток. Тем не менее, в целом, сословия называются ремесленники. То же самое служил и служащий, допустим, или военный. Уже сам факт служащий и военный – это уже разделение. Служащий может быть гражданский, служащий может быть военный. И уже в каком ведомстве, как он служит, тоже может существенно отличаться. Это может быть чиновник, это может быть учитель, это может быть самая разная профессия. Но сословия при этом будут служащие. Ну и так далее. Эфир – это составляющая, которая принадлежит к божественному началу. И через эфир все остальные элементы могут проявляться. Собственно, эфир – это та субстанция, через которую творящее начало транслирует нам свою волю, я бы так сказала. И все, да? Хорошо. Ну, я думаю, достаточно. Не знаю, может быть, недостаточно. Так быть, слушал тебя и слушал. Ладно, идем дальше. Стефани, вопрос эфир. Как узнать, к какой варне ты себя относишь? Спасибо. Вот я хотел бы уточнить. Ты себя относишь или все-таки к какой принадлежишь? Вот мне бы больше был интересен вопрос, как узнать, к какой варне ты принадлежишь. Потому что я себя могу относить к любой варне. Вот захочу сегодня к этим отнесу, захочу завтра к этим, потом фантазирую, туда себя засуну. А вот к чему ты на самом деле принадлежишь, это, на мой взгляд, было бы интересно. Но во всех случаях вопрос звучит так от Стефани. К какой варне ты себя относишь? Как это узнать? Ну, я думаю, вопрос все-таки общего характера. И на самом деле это самый актуальный вопрос из всего, что относится к этой теме. И я немного об этом рассказала. Я думаю, вопрос был задан раньше, чем я говорила. Но, тем не менее, я с удовольствием повторю. Соотнесение себя с какой-то варной происходит прежде всего из понимания, собственно, а что такое есть варна. То есть мы проговорили, я надеюсь, достаточно подробно и доходчиво о том, что варна — это и есть проявление сознания и духа в человеке. И в зависимости от уровня освоения, от уровня прохождения вот этих ступенечек, можно понять, собственно, к какой из ступеней ты себя можешь отнести. Значит, ступень номер раз — это проявление Земли, это состояние тела, это состояние необходимости в правилах и ограничениях. И это состояние, при котором человек с большим трудом может организовать себя и тем более окружающее его пространство. То есть вот эта способность самоорганизации, осознания себя и выстраивания какой-то определенного вектора деятельности, оно является ключевым для понимания всех варн. Вот в состоянии первой варны, в состоянии Земли, человек не способен себя самоорганизовывать, не способен себя самоосознать и организовать свою деятельность. Для второй варны это уже состояние воды и проявление души, характерно состояние взаимодействия, характерно очень высокие коммуникативные способности. Чаще всего горожане, как правило, проявляют именно вот эту способность. То есть собрать большое количество информации, как-то его трансформировать, использовать, вычислить какие-то позиции, которые можно между собой соединить и вот что-то такое сгенерировать. То есть здесь, как пояснение, есть такое старое слово «купа». Оно, кстати, прозвучало у нас в тексте сказа, я его немножко не раскрывала. Купа – это соединение, можно сказать, противоположного или несоединимого. И слово «купец» однокоренное с ним, но «купец» в нашем понимании на сегодняшний день приобрело немножко искаженный смысл. То есть купцы воспринимаются сейчас больше как люди торговые. А вот суть процесса, который отображает «купа», это все-таки соединение каких-то полярных вещей. С этой точки зрения и человек науки тоже может быть соотнесен с купой, потому что он собирает разные факты из всего поля, которое ему доступно, и делает определенные выводы. То есть он соединяет, казалось бы, несоединимые вещи и создает что-то новое. Это проявление купы и характерная деятельность для проявления первоэлемента – вода. Следующая позиция – это огонь, это витязи и это состояние разума. В этом смысле люди, которые могут соотнести себя уже с этой ступенью развития, Здесь надо четко для себя уже понимать, что состояние разума, состояние собственного осознания И состояние, когда ты способен на трансформацию себя, на трансформацию ситуации, на какие-то действия, меняющие твое окружающее пространство, окружающие людей, события и так далее. Вот это, собственно, и есть характерное проявление третьей варны. То есть это не просто витязи, управленцы, воины. Это люди, которые способны выстроить определенные логические цепочки, которые имеют очень большой горизонт анализа событий. Люди, которые выстраивают достаточно большой протяженности по времени какие-то планы. То есть люди-стратеги в большей степени. Вот именно такой характер деятельности и такой характер мышления говорит о том, что человек может причислить себя уже к третьей варне. Ну а четвертая варна, варна воздуха. Я уже описала, что состояние воздуха — это состояние очень больших возможностей и состояние, можно сказать, полной осознанности, состояние в духе. То есть это люди очень высокого уровня развития. И преимущественно у таких людей очень эффективное использование всего потенциала своего. То есть такие люди чаще всего очень хорошо владеют собственным телом. Тело содержится в очень хорошем состоянии. Такие люди обладают очень большой широтой души. То есть они способны и к коммуникации, они способны ко всем тем моментам, которые характерны для людей воды. У них очень развитый ум и очень четкая связь с родом и с какими-то тонкими проявлениями высших сил. И эти люди способны выстраивать уже какие-то, ну можно сказать так вот, не мелочать свои миры. Это уже творцы в полной мере. Вот люди ведающие, люди понимающие законы мироздания, люди, которые способны эти законы применять и быть в единстве со всем миром, вот это люди, которые могут соотнести себя с четвертой ванной. Ну вот примерно такой навигатор. Хороший навигатор. Навигатор. Хорошо. Далее. Наталья. Вопрос эфир. Связана ли дата рождения человека с определением, к какой варне он относится? Полагаю, что да. И вот то, что у нас сейчас излагается в сказе, отчасти тоже дает такую ориентацию. То есть в прошлый раз мы с вами зачитывали текст, в котором была ссылка на призыв дитя. И там достаточно четко было оговорено, в какой период какого ребенка можно призвать. Так вот, то изложение напрямую соотносится с тем, что мы сегодня обсуждали. То есть дети, которые завещаны роду небесному, это как раз вот дети воздуха. Дети, которые завещаны роду земному, которые завещаны родителям. Это все разные состояния, разные проявления. И они впрямую увязаны с определенным периодом. Ну вот смотрите, если брать годовое коло, как распределяются у нас природные силы, как они себя проявляют, в каком периоде. Ну вот там было упоминание, что время воздуха от Дидовой до Велесовой Сречи. Это зимний период. Это время где-то примерно с начала ноября, там где-то 6-7 ноября и по 6-7 февраля. То есть это период, когда максимально проявляется воздух. И, соответственно, человек, который приходит примерно в этот период времени, он будет проявлять именно свойства воздуха преимущественно. Просто потому что он пришел в явь именно в тот момент, когда этот первый элемент в максимальной своей силе, в максимальном своем раскрытии. И по принципу резонирования этот человек наилучшим образом сможет взаимодействовать именно с этой стихией, именно с этим первоэлементом. И вот этот принцип также транслируется на все остальные состояния. То есть периоды среч – это вот, я сказала, ноябрь, февраль, потом следующая среча Ирилина – это где-то 8-9 мая, и четвертая среча Перунова – это 8-9 августа. Вот между ними меняются сезоны годовые. Зимний сезон – это воздух, весенний сезон – это огонь, летний сезон – это земля, и осенний сезон – это вода. Ну и, соответственно, по аналогии можно примерно предполагать, что в каждом из сезонов преобладает какой-то из первоэлементов, и, вероятнее всего, если у ребенка выявлять и дать ему возможность слиться вот с этим состоянием его первоэлемента, он раскроется максимальным образом. Алексей. Да, я здесь. Идем дальше. Микеров Виталий, вопрос в эфир. А упразднены варны или касты за ненадобностью или по каким-то другим соображениям в 1917 году? В 1917 году упразднены сословия. Почему это произошло и зачем, в общем-то, не нам судить. Понятие варн на тот период времени и, в общем-то, до последнего нашего времени у нас не было в ходу, но как определенные психотипы, они рассматривались. То есть в общепотребимых понятиях варны, как таковые, появились относительно недавно. Поэтому можно говорить о том, что 1917 год снивелировал сословия. Насчет варн трудно что-то сказать, поскольку они не были активированы в тот момент. А то, что ушли из сословия, честно говоря, дай бог с ними. Поскольку я уже объяснила, что вот это социальное деление по принципу неравенства, по принципу правовому, правовой ответственности, оно несправедливое. И, в общем-то, если оно уйдет куда-то там в глубину истории, туда ему и дорога. Если с этой точки рассматривать, то я с тобой абсолютно согласен. Если я рассматриваю с точки зрения предназначения в жизни, что радикально отличается от индуистского представления, то здесь есть о чем поговорить. И там никакой несправедливости, на мой взгляд, нет. А с точки зрения индуизма здесь, да, могут быть вопросы очень-очень серьезные. Ну и по поводу исторических там было-не было. Здесь тоже можно порассуждать. Но сегодня у нас эфир... Ну, я сказала так, общеупотребимым. Да. То есть на сегодняшний день то, что вот у нас в активном использовании, а потом мы говорим, на тот период такого активного использования вот этого термина не было. Да, к 17-му году проварные уж в России не то, чтобы применял кто-то, и по них-то вообще и обычно не говорили. Да, вот сословия – да. Сословия были и были признаны с конкретной целью, чтобы вот то самое неравенство убрать и сравнять всех. Ну, до такой степени порой сравнивали, что... Ну, я бы сказала, закатать всех катком. Ну, в общем, да, сравняли. То есть остались две позиции – угнетаемые и угнетатели. Да. Пролетарии все страны, соединяйтесь. Голодранцы всего мира, одну кучку гоп. Так, идем дальше. Как определить верную варновую принадлежность, если у человека всего помаленьку качество от всех варн? Это Вера Маковеева вопрос такой задала. Я упомянула о том, что, конечно же, в каждом человеке, проявляются все первоэлементы, соответственно, качество всех варн в нем могут присутствовать. Тут момент очень тонкого анализа и понимания самого себя. То есть по определенным параметрам можно все-таки выявить, а к чему большая склонность. То есть мы никогда не можем сказать, что вот мы однозначно там какого-то цвета или мы однозначно носители какого-то одного качества. Нет, конечно. Все намного сложнее. И мы говорим о том, что есть приоритет. Я бы даже сказала так, что варны между собой не имеют жестких границ. Это как непрерывный спектр. Мы же тоже про радугу говорим, что там вот семь цветов. На самом деле, если на нее посмотреть, какие там семь человек с художественным образованием увидит там 37 цветов, оттенков. Ну, точно так же и варны. То есть происходит постепенное перетекание из одного качества в другое. И в каждом человеке могут сочетаться 2 или 3 первоэлемента в достаточно активном виде. Но при этом все равно один из них будет ведущим. Поэтому вот это самопознание, самоизучение – это один из ключевых моментов. Выявить в себе свою наивысшую, наиболее яркую способность. Я думаю, что в данном случае надо просто понимать, мы с какой точки зрения, опять же, говорим про варновость. Если мы говорим про индуистское направление, то там варновость – это ограничение. И вот там границы очень жесткие. Мы можем говорить про варность с точки зрения каких-то качеств. Это не совсем то, что, на мой взгляд, относится к славянству, но это тоже проявлено. А есть такое называемое предназначение в жизни. Вот это ближе к нам. Естественно, что предназначение в жизни – это вот тебе необходимо в твоей жизни вот в этом уроке достичь вот этого, вот этого, вот этого. И тебе даются вот эти все качества. То есть качества там присутствуют, но они не давлеющие. Это как набор инструментариев. Один инструмент у тебя уже дается готовый по жизни. Вот как дедушка, который лошадку делал, у него были все инструменты хорошо подготовлены. А у Василька, у него как так, у Васятки очень все слабоватенько, и он даже мог этим инструментом себе по пальцам резануть. И то же самое, вот он с глиной там работал, или у дедушки, у другого, или вот борщ там, например, посмотрел бы, как бабушка готовит, которому нравится. То есть инструментарий – это одно, качество – это другое, а предназначение – третье. Поэтому здесь с какой точки зрения вы смотрите на варновость? С индуистской, с промежуточной или все-таки с славянской? Здесь вот эти отличия, они могут быть как существенные, так и вообще их может не быть, в зависимости от того, что Вы вообще подразумеваете для себя, опять же, для себя, под варновостью. Так что здесь вопрос очень широкий, очень интересный, и не утыкайтесь, давайте без фанатизма, а то сейчас тут наслушаются тебя или меня там, да, и скажут, о, я в этой варне, и я там начну про себя рассказывать. А потом будешь думать, так, в какую палату его помещать? Ну, в нашем понимании все-таки варны – это вот состояние духа сознания, да, и в зависимости от степени его раскрытости, от степени его развитости, и будет определена вот эта градация, к чему себя больше можно соотнести. Да, с тобой согласен. Мало того, есть варна предназначение, это где тебе необходимо оказаться для того, чтобы ты все полностью в этой жизни проделал, исходя из твоей судьбы, ирока, и так далее. Есть варна нахождение, это где ты находишься на данный момент. Ну, бывает маленький ребенок, он еще же не прошел там, не достиг уровня жреца, условно, да. Естественно, он постигает этот мир, и до жреца ему еще как до луны пешком. А есть варна прохождение. Вот это то, что связано и с возрастом, и с опытом, и сроками, и с тем, что называется экзаменами маленькими по жизни. То есть славянская варна, славяно-арийская варна, это намного шире, еще раз говорю, нежели чем то, что вот там про индусов нам пишут, что вот как родился, все, вот ты уже вправо-влево не сдвинешься. А у нас очень все добренько, тут никаких ограничений нет, ты можешь переть как бульдозер, было бы желание. Ну, ладно, идем дальше. Солнце, вопрос к тебе. Марина, здравствуй. В прошлой передаче ты сказала, что мы не можем ориентироваться на древние веды по ряду причин. А почему мы можем ориентироваться на твои сказы? Опаньки, рогатку доставай, отстреливаться будешь. По каким принципам ты относишься к мудрости, к их мудрости? И что такое мудрость, на твой взгляд? Вот смотри, сразу тебе несколько вопросов. Значит, ну, что-то там не надо отталкиваться по ряду причин, это мы опустим. А почему можем ориентироваться на твои сказы? Вот первый вопрос такой. Каждый человек выбор свой делает сам прежде всего. И в моём понимании не нужно слепо следовать тому или иному какому-то учителю, тому или иному учению и какому-то информационному потоку. Каждый человек делает свой выбор, безусловно, сам. И в зависимости от того, насколько откликается ему та или другая информация, он и следует. Вот услышанному, увиденному, воспринятому. То, что на сегодняшний день транслируется через наши сказы, это опыт, это определённый объём знания, это определённая система, в которую сведены на сегодняшний день очень большое количество понятий, очень большое количество элементов, описывающих наш мир. И все они собраны в такое достаточно согласованное взаимодействие. Если кто-то из слушателей увидит в комплексе тех знаний, которые мы сейчас передаём, какие-то изъяны, я буду очень благодарна и приму с радостью какие бы то ни было замечания. В моём понимании то, что на сегодняшний день собрано и то, что мы передаём, это преимущественно цельный образ мира. И всё то, о чём мы рассказываем, все сказы, все наши передачи, они как естественное продолжение один за другим следуют и последовательно описывают вот эту самую картину мироздания, формируя цельность восприятия, формируя какие-то реперные точки для каждого человека. То есть формируют его базу мировосприятия. То, что даёт человеку возможность более уверенно стоять на Земле и смотреть вокруг себя не широко закрытыми глазами, а воспринимать мир в достаточной степени объективно, потому что у него есть определённые ориентиры благодаря тому комплексу знаний, который мы сейчас передаём. То есть это не разрозненные какие-то умозаключения, это не отдельные выкладки или какие-то отрывки информационные. Здесь сейчас излагается достаточно цельная концепция, которая включает, ещё раз говорю, очень большое количество разных понятий, взаимоувязанных между собой и дающих возможность человеку составить вот эту самую цельную картину мира, понять, как взаимодействуют между собой самые разнообразные элементы и как в эту систему встроен человек, где его место, как ему взаимодействовать с окружающим миром и как ему себя позиционировать и куда двигаться. То есть мы даём не только систему координат, мы даём и подсказки к тому, как человеку себя определить и куда направить своё внимание, взгляд и стопы свои, чтобы жизнь эта прошла не самым скучным образом и достаточно эффективна. По каким принципам ты относишь их к мудрости? Это комплекс знаний, ещё раз говорю, который представляет из себя цельную картину мира. В нашем понимании мудрость заключается именно в том, что мир целостен, что все явления в нём взаимоувязаны и для того, чтобы понять себя, своё место и, собственно, картину мира, нужно понимать, что вот эти все явления взаимосвязаны между собой. Это и есть проявление мудрости с нашей точки зрения. То есть третий вопрос, по каким принципам ты относишь их к мудрости и что такое мудрость, на твой взгляд, это когда у тебя целостный мир и взаимоувязаны явления в этом мире? Да. Хорошо. Далее. Хаврошечка, реплика в эфир. Здравия ведущим! Сегодня устроилось поудобнее и давай слушать сказ седьмого урока. Через некоторое время побежали по телу мурашки, стало до самых косточек пробирать, а сегодня неожиданный поворот в рассказе о Васильке, как возвращение в реальность. Это волшебство! Всё. Очень эмоциональное описание. Ну, я рада, что наши сказы вот так затрагивают какие-то душевные струны и, наверное, оставляют достаточно яркие впечатления. Именно к этому мы стремимся, потому что знание должно быть не просто холодным таким и отстранённым, оно именно через душу, через ощущение тела лучшим образом приходит к человеку и становится уже его собственным. Поэтому я очень рада, что вот такая реакция есть. Ура! Ну что ж, пришло время подведения итогов сегодняшнего нашего эфира. Как всегда, я предоставляю тебе возможность сказать что-то доброе, вечное нашим радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Я хотела бы сегодня всем нашим зрителям пожелать, чтобы они нашли себя, определили свой путь и двигались уверенно по этому пути. Каждая жизнь, каждое воплощение наше уникально. И нет нужды искать в нём какие-то негативные стороны, печалиться о том, что вот там за прошлой жизнью я что-то отрабатываю или у меня там как-то что-то плохо. Я не думаю, что есть смысл в это упираться, потому что все наши воплощения, все наши жизни так или иначе это наши уроки, это наш багаж, который даёт нам определённый опыт и даёт нам новые возможности, новые осмысления и возможность, самое главное, продвинуться чуть-чуть в собственном развитии. Но ещё один важный момент я бы хотела напомнить о том, что собственное развитие это не самоцель. Мы говорим всё время о том, что наш вектор развития это всё-таки коллективный, общественный вектор и развитие индивидуальное нужно для того, чтобы более комплексно, более целостно развивался ваш род, наш род, род земной. Поэтому развивая себя, не забывайте что-то давать роду своему. Вот такое моё напутствие. Замечательное напутствие. Я полностью присоединяюсь к этим словам и от себя хочу напомнить, друзья мои, помните, что если эта передача, да и вообще любая другая передача, неважно, на нашем радио или где-то вы встретили что-то интересное, вам понравилось, то не забывайте делиться этим добром с другими людьми. Ведь это зло вырывается само собой. Вот человек в недобром с каком-то нахождении мыслей, он может что-то сказать недоброе, оно вырывается, поставить дизлайк, написать какую-нибудь там гадость, другим рассказать вот там и так далее. А добро, оно требует ухода. Оно воспринимается просто. Вот если на зло вы всегда реагируете, потому что оно задевает всех, то поскольку добро, оно благостное, то оно очень просто воспринимается. И реакции как таковой на физическом плане добро может и не вызывать. Но помните, если вы не ухаживаете за добром, если вы его не распространяете, не делитесь, то от этого вы добро не увеличиваете в этом мире. Недостаточно быть самому добрым, недостаточно посмотреть добрые какие-то видео, послушать аудио, картинки или дать себе установки. Это здорово, это хорошо, но этого недостаточно. Но этого недостаточно. Добром надо делиться. Поэтому, если вам понравилась наша передача или какая-либо другая передача, которую вы встретили, делитесь со своими друзьями, знакомыми. Увеличивайте добро. Увеличивайте, и от этого станет мир лучше. А на этом мне остается вам напомнить, что по одному из современных календарей 11 апреля 2018 года среда по современному календарю, по одному из старинных 41-й день месяца пробуждения природы 7526 лета третейник. Мы с вами слушали Марину Макарову, которая рассказывала очередной урок уже восьмой из серии уроки мудрости под названием «Варны и сословия». Насим, я с вами прощаюсь. С вами был Народная Славянская Радио, Алексей Орлов, Марина Макарова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народная Славянская Радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова